Библейский портал экзегет.ру представляет Иудея заключает периодически мирные договоры, особенно когда дела идут плохо где-нибудь еще, когда там римляне надавили, когда там другой претендент на престол объявился. Когда селевкиды, те, кто правит этой империей, приходят к выводу, что вообще-то все, кажется, устоялось и стало довольно прочным, пойдем-ка быстренько завоюем Иудею. Каждый раз это не получается. 14 глава, более-менее та же история. По прошествии трех лет в окружении Иуда, Иуда Маковей, соответственно, вождь маковейской армии, стало известно, что сын Селевка, Деметрий, с многочисленным войском, вошел на кораблях через гавань Триполиса, захватил страну, расправившись с Сантеохом и его опекуном Лисе. Это новый претендент на селевкидское царство. Сын Селевка, то есть основателя династии первого правителя государства, у него много детей. Еще один претендент из его потомства. Тогда некто Алким, уже бывший первосвященником, но добровольно осквернивший себя во времена размежевания, о чем идет речь. Но, по-видимому, тогда, когда вводились эти эллинские обычаи, некоторые поддались и приняли их. Вот он, видимо, из их числа. Да. Смекнув, что ему неоткуда ждать спасения, а священного жертвника ему больше не видать, но еще бы он отказался от веры в единого Бога ради некоторых языческих, пусть даже формальных ритуалов. Около 151 года, это у нас все Македонская эра, это со середины II века, и по нашему счету тоже только до нашей эры, пришел к царю Деметрию и преподнес ему золотой венок и пальмовую ветвь, а кроме того ветви оливы из храма, как велит обычай. Ну, то есть он при перемене власти надеется вернуть себе свое священническое звание. В тот день он помалкивал, а для своего безумного замысла улучшил благоприятное время, когда Деметрий позвал его на совет. Ну, то есть не сразу, а выждал время для своего замысла. И на вопрос, в каком расположении духа и настроения находятся иудеи, Алким отвечал. Среди иудеев есть прозываемые осидеями. Осидеи – это примерно то же слово, что и хасиды, но, естественно, сегодня его употребляют в значении определенной довольно узкой религиозной группировки, а тогда это, судя по всему, такие ревнители, вот те, которые за отеческие законы строго выступают. «Верховодит им Иуда Маковей. Эти не желают, прекращают войну и бунтуют, не давают царства достичь покоя и благоденствия. Вот почему, лишившись чести моих предков, я имею в виду первосвященства, да, то есть он был потомственным первосвященником, пришел я сегодня сюда, прежде всего искренне беспокоясь о том, что по праву причитается царю. А кроме того смысла о своих согражданах, ведь безрассудство тех, о ком я сказал, наносит немалый ущерб всему нашему народу. «Обо всем этом ты, царь, теперь осведомлен. Позаботься же и о стране, и о нашем отовсюду теснимом народе, как то свойственно твоему для всех открытому человеколюбию, потому что пока здесь Иуда, мира в государстве не бывать. Ну, как всегда, да, мы все за тебя, мы горой за тебя, вот только есть некоторые бунтовщики, давай их быстренько перебей, и все будет замечательно». Стоило ему это сказать, как все прочие друзья царя, то есть его ближний круг. «Враждебно Иудии и всему, что с ним связано, еще больше распалили Деметрия. Тотчас вызвал он Никанора, бывшего до этого слононачальником». «Слононачальник» звучит смешно, но очень серьезная должность. То есть командир слоновьего войска, главной ударной силы. «И назначив его правителем Иудея, ага, завоюясь сначала, потом будешь править, отправил в путь с такими приказами. Самого Иуда уничтожит, сообщников его разогнать, а Алкима поставит первосвященником величайшего храма». Ну вот Алким своего добился, он главный претендент от власти, да. «Тут язычники из Иудеи, бежавшие от Иуда, стали толпами стыкаться к Никанору, надеясь, что несчастье и беды иудеев обернутся для них благоденствием. Ну еще бы там, где война, там и возможность пограбить, поживиться, пленников в рабство продать. «Услышав о походе Никанора и анатиски язычников, иудеи посыпали голову землей и стали молиться тому, кто до века сотворил свой народ и всегда являлся, чтобы защитить свой надел». Интересно, что до века сотворил свой народ, получается, еще прежде времени иудеи существовали. Понятно, что не физически они дети Авраама, Исаака, Иакова, да, его сыновей, но получается, что вот некий метафизический Израиль был прежде сотворением мира, что он входил в замысел Божий, вот этот Божий народ, который сегодня, как считают христиане, есть церковь, что вот он должен был быть, потом только он физически появился. «Но по приказу своего предводителя они, иудеи, без промедления снимаются с места и сходятся с неприятелем у селения Дессау». Такое Дессау, как будто немецкое название, да, на самом деле не очень понятно, как оно звучало в оригинале, по-еврейски или по-арамейски, Адасы иногда говорят. Ну, в общем, некоторое селение. Где-то к северу от Иерусалима, потому что по дороге на Иерусалим там встречаются войска Никанора, селевкидская каратная экспедиция и, соответственно, иудейская оборона. Тут Симон, брат Иуды, встретился с Никанором, но из-за неожиданного молчания противников постепенно пришел в замешательство. Тем не менее, зная о том, каким мужеством и каким самообладанием в сражениях за Отечество наделены люди Иуды, Никанор не осмылился решать это дело кровопролитием, поэтому он послал Поседонию, Феодоту и Мататию для заключения мира. Кто эти люди? Это без конца какие-то упоминаются персонажи, явно исторические, то есть не случайно их называют, вероятно, в времена, когда автор это все писал, было все это известно, там какой-нибудь маршал Жуков, кто же его не знает. Мы сегодня их не знаем абсолютно. И вот Никанор уже не берется воевать, он уже хочет мира. Долго совещались об этом, и предводитель доложил народу, оказалось, что все согласны на заключение договора, назначили день, когда им предстояло встретиться наедине в назначенном месте, и с той и с другой стороны въехали колесницы, поставили престолы. В удобных местах Иуда расположил на готове вооруженных людей, чтобы не допустить какой-нибудь неожиданной вражеской вылазки. Переговоры они завершили миром. И так все-таки удается договориться. «Некоторое время Никанор провел в Иерусалиме. Ничего худого не сделал, зато отослал прочь стекшиеся отовсюду толпы народа. А вот Иуда он не отпускал от себя ни на шаг, чувствуя расположение к этому человеку. Никанор убедил его жениться и нарожать детей. Иуда женился, обрел покой и зажил обычной жизнью». Ну, для Никанора это очень полезно, чтобы великий вождь просто перешел к обычной мирной семейной домашней жизни и не стремился более к воинам. А тут же еще есть Алким, который жаждет стать первосвященником. Но Алким, в виде их взаимного расположения и памяты, что между ними заключен договор, пришел к Деметрию и заговорил о том, что Никанор враждебен государству. Дескать, он прочит ему в преемники Иуду, который вынашивает государственную измену. Да, вот он уже против того, с кем сам выступил в поход. Царь же пришел в бешенство и подстрекаемый клеветой этого мерзавца в письме Никанору заявил, что подобные договоры ему совсем не по вкусу и приказал немедленно в оковах доставить Маковея, ну, то есть Иуду Маковея в Антиохию. Никанор только договорился, только вроде бы обезопасил себя от действий Иуды, а тут надо его арестовывать, это же наверняка не пройдет легко. Узнав об этом, Никанор пришел в замешательство. Его угнетало, что предстоит отменить собственные распоряжения, хотя Иуда ничего не нарушил. Но поскольку перечить царю было невозможно, он стал бы ожидать удобного случая, чтобы исполнить это обманным путем. Однако Маковей заметил, что Никанор стал обходиться с ним строже и обычное приветствие сменил на менее любезное. Он догадался, что такая строгость не к добру, и, собрав немалое число своих соратников, скрылся от Никанора. Поняв, что тот ловко его перехитрил, Никанор пришел в величайший святой храм, когда священники приносили установленные жертвы и приказал им выдать этого человека. Они клятвенно заявили, что не знают, где находится тот, кого он ищет. Ну, потому что в храм обычно бегут те, кому грозит смерть. Они остаются в храме, где их не могут убить, даже и схватить. В общем-то, ну, не принято в святом месте арестовывать человека, пока он в храме, он безопасен. Сегодня там в посольство бегут Эквадора, например. Тогда это была храмовая территория. Тогда Никанор, протянув правую руку к храму, поклялся так. «Если не выдадите мне его дубаковых, я эту ограду бога сравняю с землей, жертвник разрушен до основания, и поставлю здесь великолепный храм Дионису». Дионис один из языческих богов, ну, и это, конечно, понимается уже как вывоза вброшенный богу. Пока там Иуда и Никанор выясняют свои отношения, ну, в конце концов, это человеческое. А вот здесь вывоза в богу. С этими словами он удалился. А священники, пристырая руки к небу, стали призывать всегдашнего заступника нашего народа, говоря так. «Ты, Господь всего, коему ни в чем нет нужды, соизволил, чтобы храм твоего обитания находился у нас. И вот теперь ты, святой всякого освящения, Господи, сохрани на веки чистым этот дом, недавно избавленный от скверны». Между тем, Никанору указали на некого Разиса из иерусалимских старейшин, который любил сограждан, был им весьма почитаем, и из любви к нему был прозван отцом иудеев. В прежние времена размежевания он был осужден за приверженность иудейству, и со всем пылом готов был отдать за иудействие душу и телу. То есть, когда тут была кампания по эллинизации иудеев, он стал суверен иудаизму. И вот Никанор, желая выказать свою враждебность к иудеям, послал более 500 воинов, чтобы взять Разиса. Он решил, что, схватив Разиса, нанесет им этот удар. Ну, понятно, да, нельзя схватить иуду, поэтому берем того, кто максимально на него похож. Как во времена сталинских репрессий приходили кого-то арестовывать, дома не находили, брали соседа или кого-то максимально похожего. Здесь та же самая логика, важно отчитаться перед начальством. Я мятежника поймал, арестовал, вот он. И вот, когда толпы уже были готовы овладеть крепостью и ломились в ворота во двор и кричали, чтобы несли огня и поджигали ворота, Разис, окруженный со всех сторон, бросился на меч, предпочитая доблестно умереть, но не попасть в руки негодяев и не подвергнуть свое достоинство грустному надругательству. А и крепость, вряд ли имеется в виду Иерусалимская крепость, которая тут не раз упоминалась. Это, видимо, его некоторый дом укрепленный или место, где он скрывался, зная, что на него нападут. И смотрите, это самоубийство. Но как и в случае, например, с Саулом, который бросается на меч, когда его филистимляне вот-вот схватят, неосуждаемое самоубийство. То есть человек заканчивает жизнь не потому, что он там впал в уныние, не потому, что он там отвергает замысел Бога о себе, а потому, что он хочет избежать надругательств со стороны язычников. Однако из-за боя, кипевшего кругом, он поторопился, и удар оказался неточен. Человек сам себя убивает мечом, но нужно как-то очень хорошо рассчитать, чтобы пронзить сердце, допустим. А толпы тем временем уже врывались в ворота. Тогда Разис смело разбежал на стену и храбро бросился с нее прямо в гущу народа. Толпа, точность, раступилась, образовалось пустое пространство, и он угодил как раз в середину. Еще живой, объятый пламенем гнева, он поднялся на ноги, несмотря на христавшую кровь и страшные мучения от ран. Он побежал, рассекая толпу, и стал на какой-то ответственной скале. Уже полностью обескровленный, он вырвал из себя внутренности, взяв их обеими руками, бросил в толпу. А затем призвал владыку жизни и духа возвратить их ему. Вот как он скончался. Жутковатая сцена вот этого тройного самоубийства, да, бросается на меч, бросается со стены, потом вырывает из себя внутренности. Но и здесь есть некоторый очень важный смысл. Он призывает владыку жизни и духа возвратить их ему. Это постоянная тема. Мы уже читали в этой книге про семерых мучеников, да, которые надеются на воскресение. Вот так и этот человек, причём он совершает самоубийство, он совершает его, чтобы не быть осквернёнными язычниками, и надеется на возвращение своей телесной жизни. Не просто на жизнь какой-то души, на посмертие где-то в раю. А вот он надеется, что ему тело его вернётся. Как же это повлияет на ход событий, но об этом 15 глава.